Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Ну что, сегодня День Черного моря, который отмечается каждый год с 1996 года. Такой символический себе день, который должен был бы, по идее, стать Днем Единства, стран, которые выходят, имеют выход в Черному морю, а также Днем Сотрудничества и Процветания. Вместо этого, этот день стал, знаете, таким днем, когда 5 нормальных стран и одна страна-урод в противостоянии. Я имею ввиду страна-урод, естественно, страна-Россия, которая вообще страной-то не является просто бензоколонкой, ошизевшей от наличия у нее ядерного оружия и когда-то второй армии, бывшей второй армии, и которая напала на Украину. Но ничего, все хорошо, что хорошо кончается. Сначала они сильно смеялись, когда они там Крым забрали временно, вот, в Азовское море полезли. Ничего, 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 как говорится, еще раз повторюсь, цыплят по осени считают. Крым мы обязательно освободим. И расисты не будут нежиться на украинском песочке в Крыму, никогда не будете. И в украинский город Севастополь вы ездить никогда не будете, и в украинский город Керч. И Крымский мост мы обязательно укандропупим. Не будет никакого Крымского моста, на его месте будут, знаете, руины такие, на которые будут водить туристов. Мы же вам говорили, что вы по нему ездить не будете, помните? Я вам говорил, да? Вы по нему ездите, вы по нему не ездите. Потому что ваш мост пришел в полную негодность, потому что ваш мост полное лайно. Но я вам говорил, что его строят на пустоте, что он висит, болтается в воздухе. Поэтому, когда попадает ракета или что-либо другое, то, что попало там в одну из опор моста, сразу падает от внутреннего напряжения, натяжения. И он у вас развалится с нами или без. Но обязательно с нами, потому что мы поможем ему развалиться до конца. После того, как освободим, в следующем году освободим Крым от расистско-фашистской нечисти. И вообще, понимаете, с моей точки зрения, вся история Черного моря должна идти к тому, что вот это государство-урод, оно должно быть лишено выхода к Черному морю от слова вообще. То есть вот эта вся полоса, которая у государства-урода есть вдоль Черного моря, это Сочи, и так далее, и так далее, Новороссийск, и так далее. Это все должно быть у него изъято в качестве репарации Украине, когда он будет платить. И, например, поставлено под международный контроль или под совместный контроль Украины и Турции, например, Украины, Турции и Грузии. С тем, что была там какая-то международная такая, знаете, такой международный хаб по сотрудничеству, который бы в то же время не давал возможности государству-террористу каким-то образом влиять на дела в Черном море, в Черноморском регионе. И да, к этому уже все идет. Вот смотрите, сегодня 12 кораблей, загруженных там гигантским количеством пшеницы, по-моему, более 350 тысяч тонн пшеницы на борту этих кораблей, движутся, вышли уже из Одессы и движутся в сторону Стамбула. Из Стамбула в сторону Одессы движутся еще 4 корабля. Это совершенно независимо от того, что так называемая Россия там заявляла, что они выходят из зорновой угоды, что они не дадут больше кораблям двигаться в Одессу, потому что, видите ли, они не могут гарантировать их безопасность. Вы знаете, мы плевали на то, что вы можете гарантировать, или на то, что вы гарантировать не можете. Ваше мнение больше никого не интересует. Ни Украину, ни Турцию, ни Организацию Объединенных Наций. Вы изгое, вы можете только влиять на посылки там или на корабли, идущие там по Волге, и то временно, пока там нету Татарстана свободного, а то потом будете еще и там-то можно пересекать. Так что, скажем таким образом, что на сегодняшний день продолжается уничижение страны агрессора, страны террориста, бывшей России. На нее больше никто не обращает внимания. Корабли едут, идут своим курсом, а собака Россия гавкает. Пускай гавкает. На нее уже всем наплевать. Слава Украине!